Поехали. Это знаешь, как мы, как рыбаки старые, знаешь, когда, говорит, пошли мы с пацанами, значит, ну, на рыбалку. Ну, как всегда, значит, ну, сели, бахнули, блин, потом, значит, сети закинули, а вот, потом вернулись обратно, бахнули, ну, и уже когда была полная темнота, пошли вынимать сети. Ну, чтоб нас никто не это. И представляете, в сети русалка попалась. Блин, ну вот русалка попалась, правда, утром оказалось, что это сом. Всем так стыдно было. Бабушка сидит на лавочке в скверике и плачет. Проходит молодой человек, говорит, бабушка, что случилось, чего вы плачете, бабуля? Она, вы знаете, молодой человек, у меня прекрасный муж, ему всего лишь 25 лет, он такой великолепный, он молоденький, он шикарненький, он каждое утро просыпается, бежит, готовит мне кофе, обязательно пирожные какие-то вкусные, знаете, блинчики пожарит, такой рукодельник, и все это подает мне в постель, да? А потом мы занимаемся с ним сексом долго, да? Говорит, так я не понимаю ваше расстройство. Так вот, а в обед, вы знаете, как в обед? В обед он вообще, он такой вытворяет, он только шикарный суп, то какой-то борщ, то еще что-то. Обязательно второе блюдо у него постоянно такое, то отбивное, то такое, то катлеточка, но он так всегда вам не заботится. И вот мы пообедаем, опять занимаемся сексом. Бабулька, я слышу, расстроены вы? Чего? Чего вы плачете? Да, а знаете, какой ужин? На ужин, он так старается, он такое вытворяет, он какие-то кринделики, он обязательно, чтобы голубцы какие-то, еще что-то такое, знаете, вот выпьем с ним немножко вина, и у нас секс до 12 вечера, секс, секс, секс. Бабуль, не понял я вас. Плачете-то вы, чего? Склероз, забыл, одержиму.